Привет, друзья! Меня зовут Игорь Черский, вы смотрите первый образовательный алкогольный канал. Сегодня мы опять пришли в мой любимый перекресток в торговом центре «Хорошо». И на сей раз мы зашли сюда с нашим экспертом, моим постоянным зрителем Игорем Леонидовичем Чепкасов, которого вы все знаете по Нику Леонидович, и мы с ним снова попробуем обозреть полки с виски и рассказать о них немного подробнее, а заодно посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь новинки. Также дядя Игорь нам объяснит, для каких случаев какой виски предназначен. Тебе слово, дружище. Ну вот она, собственно, та самая знакомая полка, которую мы, по-моему, 4 месяца назад обозревали с Ольгой Герасимовым. Сейчас у нас будет мужской взгляд. Привет! Всем привет! Так, по какому принципу пойдем? От простого к сложному? Давайте сначала поговорим про блендед виски. Вообще, откуда, как он завоевал весь мир. Дело в том, что на винокурнях курили такие спирты, которые не всем нравились. Кому-то заходили, кому-то казалось очень слишком мощный, яркий, кислый, горький и так далее вкус. Поэтому, когда в конце 19 века промышленность догадалась делать непрерывную дистилляцию, так называемые колонки кофе, а потом уже как колонки непрерывные, ретификационные колонки, так называемые, стали получать чистый спирт 96%, который вообще не пахнет чем, кроме спирта, и который можно было делать из зерна, из фруктов, из картофеля, из всего. Вот до опилок. И когда стали смешивать, разводить так называемые золотовые спирты спиртами нейтральными, получилось более-менее такой шот приемлемый. То есть яркость этого исходного продукта, она была немножко загашена. Вот. Что такое вообще современный блендер виски, то есть купажный виски? Это виски, в котором основные компоненты – это нейтральные спирты, как водка, по сути дела. Но его отличает то, что в него добавляется солодовый спирт. Как это делается обычно? Добавляется, значит, чистый спирт в солодовый до тех пор, пока не исчезает вкус. Тогда делается шаг назад, чтобы на этапе, где еще вкус присутствовал, и получается какой-то характерный напиток. Поэтому все бленды, они, в принципе, как бы одинаково нейтральны. И эта вкусовщина, она на уровне… Знаете, когда вот есть такая какая-нибудь водка, и там написано, что там какие-нибудь березовые бруньки. Вы их не чувствуете, но они там есть. А в отличие от этого бленд виски, то есть купажированного, там вы чувствуете какие-то характерные ноты. Как правило, бленд виски – это горечь, кислота во вкусе, сухофрукты и пряности. В сухофрукте преобладает груша. То есть, если вы пьете какой-то напиток непонятный, то основная компонент, если чувствуете, что это груша, то это, скорее всего, будет виски. Значит, как выбирать виски? Во-первых, нужно знать, для чего вы это делаете. Первое – это чтобы попробовать очень хороший, там, ароматный виски, да, поддегустировать. Это одно. Вы выбираете и сладовые спирты, или выбираете какие-нибудь бленды, которые имеют характерные хорошие-хорошие вкусы и так далее. Если вы хоть хотите, в конце неделя, просто оттянуться, забыть всю работу там и накатить, что называется, то выбирайте лучше всего дешевые виски, блендед. То же самое касается и, скажем, сейчас, когда на улице плюс 30, у нас, значит, хочется сегодня холодненького, и виски используется для коктейлей. Тогда тоже, в принципе, не важно, что использовать. Даже можете Red Label использовать, который подойдет во всем мире. Это, в твоем представлении, самый худший виски? Самый продаваемый. А, понятно. Самый продаваемый виски в Шотландии – Famous Graus. Так. Цельника на него почему-то нет. Есть, есть. А, есть? А, вот здесь. А, все, просто там он на выставке. Так, Famous Graus. Так, 0,5 стоит 959, и 0,7 тысяча двести. Это как, по-твоему, нормально за него? Да, это хорошо. У него вкус такой, грушевый именно, пряно-острый, с горчинкой. Очень хорошо идет в коктейле с яблочным соком. Слушай, а вот наш скотч-терьер, ты когда-нибудь пробовал? Нет, не пробовал. Идея скотч-терьера, она обсуждается, используется во многих висках. Есть такие, QDUV, вискарик. QDUV – это черная собака, буквально. Ага. Но написано неправильно. Написано явно англичанами. Black & White тоже, там черный скотч-терьер. Да-да-да, мы как раз с Ольгой зимой на скамеечке его пробовали. А, ну вот, да. Не самый плохой. Поэтому написано скотч-терьер, значит, будет продаваться. Хорошо. Так, движемся дальше. Вот это вот что у нас такое? Виски Naked Graus. Naked Graus – это тоже из серии Famous Graus. Только это не блендер виски уже, а смесь солодовых виски. Ага. Когда они смешиваются, там тоже, как бы, получается, такая более нейтральная палитра, можно сказать. Угу. Как-то здесь странно снимаешь. А. А как ее еще снять, если она наклеена вот таким образом? Сематичный виски. Ну, видите, он стоит в два раза дороже, чем обычный бленд. И чем это обусловлено? Ну, потому что, во-первых, здесь, значит, чистые солодовые спирты, они очень дорогие. Ага. А спирты нейтральные очень дешевые все. Очень дешевые. Понял. Понял. Поэтому, если хочется вам вкусненького, берите Naked Graus. Если хочется там оттянуться, берите Famous Graus. Смотри, цена опять опускается. У нас идет Bells. Bells мы пробовали, он, по-моему, даже настоящий английский. По вкусу вполне такой нейтральный, то есть после работы, я считаю, вполне нормальный. Да, он британский. Вот все остальные бленды – White Horse, в котором раньше была Лаговулин, ведущая винокурня. Потом, значит, Лаговулин тогда исчез, и я его, честно говоря, перестал пить. Серьезно? Потому что, ну, самый вкусный там была, была эта нотка такая медовая, медовая соты. А потом, вроде бы, они снова подружились с Лаговулином, но я с тех пор еще не пробовал. Ну, попробуй. А Bells это такое историческое имя, такое известное. А, давай 07 покажем. 07 стоит 869. Ну, тоже по-божески. Ну, здесь имеете в виду, что вот если написано Spiced, значит, туда добавлю что-то. А что? А лучше контролировать самому, чтобы добавлять в коктейль. А вот там написано корица и другие натуральные ароматы. Ну, да. По сути, что такое Coca-Cola, допустим, которую сейчас добавляют? Это настойка на корицы, гвоздейки и прочих ароматах натуральных. Ваниль там тоже есть. Слушай, а скажи, пожалуйста, что, реально вот в коктейле нету предпочтений, можно длить все что угодно? Или есть все-таки какой-то вот вискарь, который как раз идеален для коктейлей? Зависит, наверное, от коктейля. Потому что я, например, люблю коктейли, которые называются Sneaky Pete. То есть любопытный Петя. Если вы слышали, что такое белый русский коктейль, да, он делается из калуа, кофейного ликера, сливок или молока и водки. Если вместо водки взять виски, изначально брать ржаной виски американский, ну, в принципе, и скотч подойдет, то получится не кипит. Понял. Вот там уже важна как бы нота вискарная, потому что плохой виски он испортит коктейль. Понятно. Так, что ты можешь сказать про виски Гранц? Гранц – это такая семейная хорошая компания, которая закупает спирты из разных соседних дистиллерий или винокурин. И они характерны такой треугольной бутылочкой. Ну, ее, кстати, потом многие дерут, там даже чуть дальше стоит, когда я командирский в таких же бутылках. Все равно, мы знаем, что Гранц – это вот именно оно. Они такие довольно нейтральные спирты, они забавны еще тем, что иногда они используют финиширование в разных симпатичных бочках. Например, бочки из-под пива. Сейчас всякие грамма нации тебя поправят, что ты говоришь симпатичные, а не симпатичные. Давай сразу объясним про жаргон, про сленг, про произношение, чтобы не было уже кривотолков. Давайте. Когда у нас есть, если я говорю симпатичные, я вспоминаю какие-то мультики, допустим, с Харлсоном. Симпатичные привидения. Поэтому можно цепляться, а можно понять, что я пытаюсь пошутить. Может, неудачно. Второе – это по поводу названия всех этих виноделин. Винокурин, вернее. Вискокурин. Вискокурин – это неграмотно. Потому что она – кальвадоса курин, коньяка курин. Что же не говорит такое? То есть есть общий термин винокурина, а там могут хоть вискокурин делать хоть что? У Дали есть первое, значит, там вино. Первое – это зерновое вино, а второе – это виноградное вино. То есть это даже первее, чем виноградное было. Гениально. То есть вино, которое курица. Значит, в Великобритании шотландцев очень долго притесняли. И даже запрещали одно время говорить на шотландском языке своем. Мало того, что они жили на самом севере, на островах, они еще и были изолированы. Остров от острова, деревенька, деревеньки. Поэтому мы на начало 20 века имеем возрождение шотландского языка вроде бы. Но все его учат в школе как второй язык. С детства их окружает английская культура. Поэтому по-шотландски говорят буквально там пара стариков и там несколько энтузиастов из сотни, допустим, людей. Поэтому когда вы встречаетесь, скажем, такие на ютубе ролики, как Брайан Хокс, замечательный актер. Характерный, он сидит с рюмочкой, с драмчиком виски. Вот. Пьет его и говорит. Название винокурни. Лага лулен. Ну, сейчас, сейчас, он говорит правильно. Вот такие вещи, например, кулайла. Нет такого кулайла, есть кулайла. Поэтому имейте в виду, что, в общем, не все даже специалисты, которые с специалистами являются таковыми. Слушай, я думаю, что обычный покупатель может называть, вот как он читает, там, Грантс, Вильям Лоусон, Беллс, Фэймус Грасс, без всякого. Вот с русским этим мафиозным акцентом, который в английских фильмах часто используют. Я согласен, даже нафиг, раньше я проверялся, допустим, к Кыркину, который говорил, там, виск окурне, да? Ага. Вот, я, значит, убеждал его, что вина окурне правильный. А потом я подумал, а какая разница? Ага. Я же понимаю, о чем он говорит. Да? Да. Еще есть такой виск называется Илях. То есть, из острова Айла. Ага. Вот. Мы называем его там между собой Ильич. Ага. Такой, хорошенький, такой, духмянный искарик. Так, ладно. Давай вернемся к нашему Грантсу. Скажи мне, цвет этикетки он что значит? Красный он какой-то, коричневый, черный? Ну, у них в основном красная этикетка. Ага. Черный это сделан для того, чтобы, значит, отразить его... Дымность? Дымность, да. Там используются три бочки. Я вообще люблю в последнее время виски, которые выдержаны в одной бочке исходно, бурбоновой. Ага. Потому что, мне кажется, все это... Это есть, да. Это как бы базовый вариант. Хорошо. Но, поскольку спирты бывают не очень вкусные, то придумали додерживать их, то выдерживать их там в портвейне, с бочки из-под хереса. Чаще всего используется Алароса, но иногда бывает, используется Педро Хименос, сладкий такой херес. Слушай, кстати, вот давно хотел спросить, а для чего нужны все эти мучения, выдерживания в бочках из-под хереса? А нельзя ли просто добавить туда херес? Вот это же быстрее. Это не быстрее. Это, во-первых, запрещено законодательством. А во-вторых, оно разбавляет сам виски, и смесь получается не очень хорошая. Самое главное – именно взаимодействие с дубом, с древесиной. То есть, должно именно долго находиться в бочке, из этой бочки? Более того, когда получаешь бочку из-под хереса, еще мокрую, ее чаще всего по-правильному нужно разобрать, сложить в колодец по тентам и на свежий воздух выдержать 2-3 года. Чтобы она просто лежала? Чтобы все эти пары спиртовые ушли, а осталась концентрация этого хереса, связанная с дубом. Ничего себе. Это можно всю жизнь его делать. В смысле, ждать, когда он приготовлен. Но получается шикарные после этого бочки. Это, знаешь, к вопросу, мне иногда в комментариях пишут, там, самый лучший виски, который сделал сам. Я вот так себе представляю весь этот процесс, как ты достал эти бочки. Там говорят, нет, люди же имеют в виду, что они там взяли, выгнали там самогон, чем-то его почистили, потом накидали туда каких-то там головешек, каких-то там досок, там, дуба, там, какой-нибудь этих, как это называется? Вот у меня бы случай, там меня угасили в подкурском с самогоном, который, значит, имел такой коньячный цвет. Вот. Я попробовал и почувствовал грецкий орех. Мембрана, это вот перегородка грецкого ореха. Я говорю, жаль, тут орех забивает все. Попробовать бы исходный вариант. А что, говорит, есть у меня исходный вариант. И приносит, значит, прозрачную жидкость. Я попробовал, там, волшебно просто. Там яблоки, абрикосы, он собирался, попадали из плодовых деревьев, перебраживал и получал потом самогон. Шикарно просто. То есть люди, которые стремятся сделать коньяки свои домашние или виски, они просто теряют время. Потому что, во-первых, если ты имеешь плохой спирт, то ничего ничего не сделаешь хорошего. А во-вторых, если ты имеешь хороший спирт, то чего его за все мучить в дереве? Петь так? Согласен. Ладно, вернемся к нашим вискарям. Так, смотри, вот у нас тут даже скидка 70 рублей на Вильям Волсон. Хорошо ли это? Это хорошо на 0,5, правда. Я все время ориентируюсь на 0,7. Ну тут, наверное, и большие где-то есть. Вон внизу 0,7. Пожалуйста, 9,7. Но уже без скидки. Да. А, ну там вот. А, напиток в подарок. Смотри, если ты купишь любой товар бренда Вильям Волсон, Пепси-кола подарок. Пепси-кола, ужас какой. Ну, опять же, видите, супер чили. Зачем это? Супер спайс, корица, гвоздика. Ну это, наверное, для людей, которые не любят или не умеют смешивать. Само интересное, что исходный вариант 949, а со специями то же самое стоит. То есть, получается, специи ничего нет. Я лучше сам добавлю. Слушай, ну в принципе, в ресторанах же тоже горчица, соль там все бесплатно стоит. Тоже довольно нейтральный такой бленд купаж. Тоже есть кислинка такая в нем, сухофрукты. Ты имеешь в виду обычный, да? Обычный Волсон, да. То есть, вечером или все-таки коктейльная история? И то, и другое. И можно без хлеба? Да. Хорошо. Так, Балантайнс. Я его одно время очень любил. Всегда брал во всех дьюти-фри, когда летал в командировке. Вот, особенно маленькие такие предпочитал. Вот, и в принципе, меня вполне устраивало. Я его очень не любил, как правило. Для меня он слишком был кислый. Серьезно? Кислый и такой немножко пластиковый. О, как. Да. Но это, это понимаешь, во-первых, это индивидуальное различие, а во-вторых, они индивидуально типологические. То есть, есть люди, которые, вот тип людей, которые здесь чувствуют пластик. Тип людей, которые здесь чувствуют горечь. А есть люди, которые не чувствуют горечь в этом месте. Они могут спорить до... А еще, знаешь, есть тип одного человека, которому в любом вине попадается пробка. Есть такие, да. Вот просто, знаешь, жалко, потому что открывает человек хорошую бутылку, хорошую вина. А там пробка, понимаешь, он пишет грустный пост, прям сердце кровью обливается. Вот регулярно читают. Причем так у него. Нет, с другой стороны, он и открывает такое количество бутылок, которые нам не снилось. Ну, понятно, да. Поэтому он действительно... Но пишет только про те, где есть кого. С той же вероятностью, как и мы, открывает пробка. Но у него очень много этих бутылок. Но все равно, всякий раз жалко. Да. Вот Red Label тоже совершенно стандартненький такой. Завевавший весь мир. Если Famous Growth продается больше всего в Шотландии, то в мире больше всего Red Label продается. Ну, у нас всегда жалко, что Red Label это такой обычный, ну, корпоративчик, там, день рождения. Вот, а если там дарить, ну, тогда Black Label. А еще какой-то был этот Green Label, да, там, совсем дорогой. Но его здесь нет. Да, 15-летний Green Label, он характерен тем, что, во-первых, он такой, пряный такой. Там много солодовых спиртов из Speyside. Пряные такие, сухофруктики, цветочки чуть-чуть. И выдерживается тут 15 лет в бочках, и выдерживаются там солодовые спирты только. Там нету нейтральных спиртов, чем он хорош на. А Black Label это купаж, но в нем доминирует очень дымные солодовые спирты. Этим он приятен. А, то есть с дымком. С дымком, да. Но не такой, как мои любимые торфяны, или похож? Похож на торфяны, да. Серьезно? То есть я могу купить вот за 2200 рублей по карте. Еще есть вариант не Black Label, а Double Black Label. О! Там еще больше солодовых спиртов, которые в торфе сделаны из торфяного солода. И бочки, которые очень сильно обожжены. А он сколько может стоить? Да он примерно столько же стоит, по-моему. А, ну нормально. Ну я пока видел полку, где они стояли примерно одинаково, но он все чуть дороже. Хорошо. Ниже не вижу второго. Неважно. Так, движемся дальше. Шивос за 5300. Шивос, да. 15-летний причем. А рядом 12-летний. И сразу буквально, вот смотри, три года разница, а сразу цена буквально на 2000 отличается. Ну смотри, вот в этой цене 3500. Примерно половина это маркетинг, реклама. Ну бренд, да, раскрученный. Бренд, раскрученный там в течение столетий уже практически. Да, только они вот тут с ошибкой написали сила в бленде. Надо было написать сила в бренде. Ну да, да. Ну еще тут есть два бокальчика. А, если два бокальчика, тогда конечно. Кстати, бокальчики тоже вопрос такой интересный. Да? Даже приезжал к нам Джим Мари, наш ведущий эксперт, который выпускает или выпускал библию виски. Ежегодно. Где он написал там, что ему понравилось, что не понравилось. И ему показали бокалы, которые сделаны были специально к этому фестивалю. Такие массивные там. Там было написано ОДВИ, что-то такое. Вот. И попросили сказать, что вы скажете за эти бокалы. Он там смотрел, он говорит, это очень хороший бокал. Я бы его использовал таким образом. У меня, значит, на заднем дворе есть такой заборчик. Я поставил их там у заборчика и расстреливал бы из ружья. Шикарно. Это вот такие входят в набор? Обычные, да. Именно такие. Ну, с другой стороны, они хороши тем, что ты в жару, если хочешь со льдом что-нибудь сделать, ты наливаешь именно в них. Они хорошо держат температуру. Не нагреваются быстро, берут этот лед. Слушайте, какие все-таки... Имейте в виду, что еще когда добавляешь лед, уменьшается ароматика очень сильно. Поэтому, особенно если бурбон вы используете со льдом, то они перестают вонять. Это хорошо. Так какой все-таки оптимальный бокал для виски, с твоей точки зрения? Опять же, цель какая у вас? Ну, получили удовольствие. В жару вот такое. В жару вот такое. Для сугрева маленькие такие драмчики. Драмчики. Снифтеры. Я понял. То есть, зря он расстреливал. Просто летом как раз они оптимальны, правильно? Ну, он сам британец, вообще говоря. А у них холодно, дожди там. У них всегда более холодно. И поэтому там у них нет такой идеи добавлять воду или даже лед в виски. Ну, понятно, в виски. А добавляют его... Когда кельки, ирландцы, и шотландцы переехали в США, они стали было выращивать то же самое зерно для виски, но плохо там росло, росли обычные стандартные ячмени и другие вещи. Ну, хорошо росла кукуруза. Когда они стали выгнать кукурузу, получилась такая вонючая жидкость совершенно. Когда придумали фильтровать его в колоночке, потом даже есть какой-то... Линкольн прорвался из когда фильтрует в колонке, а потом еще фильтрует уже перед бутилированием еще один раз, чтобы как можно меньше воняло. И добавление льда хорошо тем, что оно убивает эту вонь, а с другой стороны там очень жарко. Там Лузиана, Техас, там Кентаки. Поэтому самое то, в большом бокальчике набить его льдом и иноцветом. Хорошо. Так, движемся дальше. А, вот мы еще пропустили. Тичерс. А мы потом вниз опустимся. Давай сначала по верхам пройдем. Айришмен, с прекрасной скидкой. Смотри, скидка аж 1200 рублей практически. Да. Ирландцы мне очень нравятся тем, что там есть ведущая такая нотка линцевит, льняного семени. Кто хоть раз попробовал льняное семя на зубок, он знает, потому что такая эфирная, такая чуть-чуть вязкая, симпатичная. Вот. Поэтому, если вам нравятся ирландцы, то берите чаще всего что-нибудь такое типа Килдегана. Ага. Да, он такой очень такой выдержанный бленд. И, кстати, гораздо дешевле. Да. А еще дешевле вот Таламаджу 0,5, да? Он тоже дорогой. 0,7 дорогой. Слушай, ну вот скажи, да, значит, и тот, и другой ирландский. Разница там на тысячу, да? Нет, если скидку брать, то разница там больше, чем в два раза. Почему? Ну, потому что Килдеган это возрожденный бленд, он только недавно пошел. Ага. И, значит, там на винокурнике Килдеган делают. А Таламаду с историей. Раскрутка была в течение нескольких веков. А, все понятно. Ну, то есть платим за бренд? Да, да, да. Я понял. Хорошо. Так. А, вот смотри, вот еще... А, нет, какие-то наклейки надо собирать. Это я в этом не понимаю. Да, перекрестовские наклейки, да. Так, Джим Бимы. Что у нас здесь? Значит, сразу скажу, что я не советик по бурбону, потому что для меня бурбоны, они все одинаковые. С учетом того, что они все именно кукурузные, они все воняют. У них карамельная нота, конечно, сильная. Я их, честно говоря, тоже не особо люблю, но мы очень неплохо их попробовали с Владимиром Добровинским. У него в Magnum Wineberry есть соответствующий ролик, так что желающие могут отправиться туда, посмотреть, и мы там дегустируем. И там был как раз этот иржаной Джим Бим. И, по-моему, вот Мейкерсмарк там был. По-моему, вот этот Wild Toker был. Сейчас я уже, честно говоря, не помню, знаешь, я забываю. Знаешь, я даже не уверен, что люди, которые предпочитают, скажем, Wild Toker или Bullet, они отличаются слепо дегустацией, где их любимые. Потому что они очень сильные. Но есть бурбоны, которые мне нравятся, вот допустим. Я просто говорил уже, по-моему. Так, а еще зрители хвалили Proper 12, по-моему. Зрители и хвалили, и ругали. Серьезно? Да, есть люди, которые, о, это кошмар, это ужас. Наверное, потому что они думали, что Макгрегор сделал какое-то такое забойное, а он сделал классическое, такое ирландское, с линейным семенем. То есть чьи-то ожидания обманул, а чьи-то нет. Да, да, да. Мне понравился очень. Слушай, а вот хорошо, ванила я понимаю, ваниль, а что такое... А, а, хани, я думал, ванил. Где хани? Хани, хани, мед, вон там. Но мани, но хани, знаешь? Да, да. Вот это об этом. Ладно, пожелаем Макгрегору, чтобы у него побыстрее срослась его нога. Это описание вкуса, на самом деле. Там нет, не добавляют ни хани, ни ванилу, в отличие от этих ребят. Ребят. А зачем же тогда пишут? А, на что похоже? На что вы ожидаете от этого ребятка? Так, ты хотел опуститься вниз или мы будем двигаться дальше? По сути видишь, там тоже Лоусон везде дальше идет, тоже повторяется. Это у нас все было, да. А, Титчерс. Лейбл 5 давай сейчас. Давай. Давай, где он? А ты про Наки Томпсон ничего не сказал? И про Глендингол. Наки Томпсон, я, по-моему, тебе говорил уже. Ты говорил в ролике метра. Да, да, да. Что ребята сделали? Гленд Иглз, который blended молд, и Наки Томпсон просто бленд. Кстати, скидочки вон. Скидочки не очень хорошие. Хоть какие-то. Да, да, да. Нет, я предпочитаю Наки Томпсон, и я убежден, что именно он является blended молдом, а это бленд. Понятно. Ну, раз они так продают, пускай. Так, Лейбл 5 это вот там, да, совсем внизу? Да, это французы, которые купили шотландскую винокурню. Господи, как, Гленд Тернер называется. Так. Очень-очень горькие спирты у них. Горькие? Вот я вот ощущаю горечь, а некоторые говорят, что нет ничего подобного, там нет горечи. Интересно. Поэтому там та же горечь есть в Лейбл 5. Кому нравится горькое? В общем, не горькое нравится, но не в этом виде. Ну, слушай, есть горькое, а есть горчинка. Вот это оно-то горькое. Прямо горькое. Окей. Так, а что такое макалисер? Наши, что ли? А это не знаю. Я понял. Так, вот Fox & Docs, вот это, по-моему, наши, да? Тоже. Нет, тоже не наши. Это, это, это. Ой. Так, я сейчас чуть не порушил эту полку. Ага. Так, подожди. Кто это у нас делает там? Скажи. Россия, Московская область. Ага. Молодцы. Значит, наши. О, Георгиевский. Ну, слушай, мы с Ольгой это дегустировали, но, правда, это было на лавочке в парке в минус 25 градусов. Вот, и неплохо он так зашел. Ну, смотри, там какая штука, значит, из Шотландии нельзя вывозить бочки. Ага. Вот, значит, если ты хочешь привезти спирты, ты перевозь их в нейтральную емкость какую-нибудь, типа, или пластиковую, или что-то там, подобного типа. И привозишь сюда, и тут уже разливаешь. Поскольку они, в отличие от вина, не меняются при транспортировке, то, в принципе, какая разница, где купажировать? Ну, в общем, да. В Московской области или, там, в Эдинбургской области. Поэтому имеет право на существование, кому нравится, то замечательно. А, то есть спирты эти те же самые, это не у нас дело, просто у нас это розлито, да? Да, ну, у нас, конечно, нейтральные спирты, которые тоже не отличаются нигде ничем. А, скажем, купажировать нашим разрешают? Ну, вот ты вез, ты можешь что-то там смешать по своему какому-то видению? Да? Видению. Можешь, можешь купажировать. Единственное, ты не можешь купажировать, скажем, там, спирты, то есть не можешь делать сингл-молты, бутилировать спирты, имею в виду. А купажировать, в принципе, можешь. Хорошо. Блендед, скотч, виски. Видишь, даже слово скотч используется. Хотя, в других случаях его нельзя использовать. Хорошо. Так, это мы уже смотрели. Так, что у нас там еще? Титерс. Титерс – это наши любимые 90-е, один из первых искорей, который появился в Елисеевском магазине. На Тверской стол, по-моему, рублей 80. Вот. Ну, ты знаешь, мне он нравится до сих пор. Ну, правда, там используются торфяные тоже, с дымком такие, солода. Вот. И так он очень мягкий такой, почти сливочный. Он даже называется Highland Cream. Да. То есть сливки Highland'а. И в прямом бережном смысле. И во вкусе есть, и там, как бы, вот, напиток чистый очень. Очень мягкий, очень сухофруктный. Даже такой сладенький, я бы сказал. Ну, такой, и ностальгический, я бы сказал. Да, практически, да. Шива Соригал тоже ностальгический, но я его, как бы, не предпочитаю. Потому что там есть такая вот... Слушай, я всегда название удивлял, что это учительский виск? Нет, это фамилия. Уильям Титчер. А, все. Мужика звали Титчер. Я понял. То есть в учительской ты его не найдешь? Не, не, не. Так, Darrow. Что это? Darrow. Darrow. Это blended скотч. Это я вижу. Появился недавно он. Вот. Я его не пробовал, но отзывы хорошие. Хорошо. Так, Dior's многочисленные. Мы, по-моему, вот этот восьмой я даже купил в метр, но я его еще не пробовал. Я тоже. Стоял пока. Жарко очень пока что. Стоит. Но мы с тобой это самое станет похолоднее, дегустацию устроим. Давай. Давай. Чего-нибудь. Ну а Dior's, в принципе, ну такой неплохой. Вот знаешь, когда Эркин Тудухамедов был бренд-абоссадором Dior's и проводил интересные мастер-классы, вот там один из этапов был сравнить слепую дегустацию Dior's 12-летний и Black Label 12-летний. Ага. Вот. И, значит, как правило, Dior's побеждал. Случает? Но в нашей группе я категорически был против, я доказал ему, что Black Label лучше. Слушай, ты знаешь, Dior's еще очень сильно себе испортила репутацию, когда запустила рекламу в ЖЖ. И когда все эти топ-блогеры за деньги хвалили Dior's. Они там даже назывались дюористы. Они что-то там писали там. А, да, да. Школа. Это был настолько мерзко и гнусно, что у меня, я его даже не пробовал, но его брать не хотел. Знаешь, как Варламов там что-то пишет, еще что-то. Не, он хороший, но люди зря, конечно, вот так. Просто не надо поручать пламировать вот этим блогерам ЖЖ. И тогда все будет хорошо с продуктом. Особенно, когда человек пробует, и он не понимает этого висит, что он пробует. Вообще не понимает. Да. Дружище Джемисон. Black Barrel. И обычный. Чем отличается Black Barrel от обычного? Это начинается фантазия уже. Сам Джемисон оригинал, так называемый, базовый вариант. Он довольно простой. То есть разряденный Triple Distilled. Делается он на юге Ирландии в New Middleton Distillery. Мягкий, очень такой приятный. Но его интересно, нужно грамотно пить. Если просто так его начинаешь пить, то он невкусный. А если ты его согреешь, откроешь, сделаешь открытие, тогда хорошо будет. Что такое согресть? То есть ты берешь вот так вот в тюльпан свой, как называется, снифтер в руку и нагреваешь. Не на свечке, как предлагают мне некоторые наборы свечки и там бокал, а именно в руках. И на каком-то этапе я на руках щелк, и начинаются такие сухофруктные ноты, цветы, и все это вылезает. В одном из виски Байбл, наш Джим Мари, он назвал это лучшим виски года. Серьезно? Ну, понимаешь, полжизи он работал на свое имя, а полжизи дальше имя работает на него. Поэтому попросили, сделали предложение, которого трудно отказаться. А Блэк Байрл, это значит, до выдержки в сильно обожженных бочках, я пробовал, я не впечатлился на самом деле. То есть для меня, собственно, Джеймсон хороший именно вот, или чтобы в конце недели оторваться просто так, или был такой раньше Джеймсон 12-летний, симпатичный, с нотами сухофруктов, орехов даже. И Джеймсон 18-летний, он даже имел такой более темный цвет. У него вообще в вокале был как бы Новый год. Пряники такие вот, это называется Christmas pudding. Это сделано из чернослива, изюма, орехов. Такой вот тортик новогодний. Так, monkey shoulder. Я все время забываю, откуда название такое пошло странное? А это характерное заболевание выдох-плюща, вернее, как это называется, не выдох-плюща, а такое профессиональное положение. Когда дерешься? Когда перелопачиваешь соло, сушишь соло. А, серьезно? Да. О, какая я не знал. Вон там обезьяны нарисованы. Кто-то их собирает, наверное. Их же отодрать оттуда можно, да? Симпатичный. Да, ты чуть был не оговорился, чуть был не сказал симпатичный. Да. Да, да. Так, ну это вот вечером посидеть или это же не коктейльная история? Да, это вкусная вещь. Получить удовольствие можно. И цена, допустим, 2400, вроде бы много стоит, да? Но вы же не будете его за два дня грохать. Это может полгода. Это полгода хватит минимум, да. Это и на год даже. Если у вас разные варианты будут. Дальше идет... Один раз, маленький шел, другой раз, что нет. Так, дальше идет нелюбимый мой джимбин. Ну, это к тому же ликер. Это Apple Honey с медом и яблоками. Нет, но кто-то любит, я не оскорбляю ничьи чувства. Просто вот... И с вишней даже. Даже с вишней, ты кто? А Black Cherry? Нет, ну, слушай, я вот не люблю. Мне все-таки вот эти вот с ароматом шампунь или вот этого вейпа, то, что они курят. Ну, это когда куришь шампунь. Это вот не мое. Я вот не из этого покажу. Он Джек Дэниелс, да, а он там посимпатичнее. Ну, он узнаваемый просто. Его многие любят. Да, да. Кто-то, если ничего другого нет. Мидердог, который дороже. Это вот затесался среди бурбонов шотландец. Среди роза один борьбон. Это смесь золотовых спиртов из спейсайда. То есть мы ожидаем от него пряностей, конфеток, сухофруктов. Я понял. Так, слушай, вот этот буллет бурбон вроде тоже. Да, хорошие. Хорошие отзывы были. Что Джек Дэниелс, что буллет, что Джимби Майн примерно одинаково. Так, а давай к цену сравним здесь за 05 649, а здесь за 07 1749. Да, лучше булли брать. Выгоднее. А по вкусу буллет? Одинаковые. Одинаковые. Так, смотри. А вот внизу еще стоит забавная вещь, которая называется waterproof. Воды непроницаемы, да? Ну, как бы вода не протекает туда. Чтоб не разбавляли, в смысле? Это тоже спирт солодовая в одной бутылочке. Я не пробовал его. А смотри-ка. Слушай, так они еще тут искусственные капли. Изобразили капли, да. Прикольно. Шотландский солодовый waterproof. Ну, ты бы его хотел попробовать? Ну, да. Так у тебя день рождения был, давай я тебе подойду. Ладно. И да, слушай, мы же должны отметить этот... Ты же у нас тут почти 200 тысяч просмотров набрал. За обзор метра. Ну, чё? Да. Да? Согласишься? Yes. Ай, слава богу, а то я думал, что ты попросишь что-нибудь тысяч за пять. Ой. Так, переложим в сумочку. Так, подарок тебе выбрать. Теперь можно смело говорить про дорогие вискари. Ха-ха-ха. Черт. Ха-ха-ха. Так, вот, кстати, тенджаку, это японский, да? Нет, два варианта всего тенджаку. Это купаж и смешанные солодовые спирты. Ну, японцы, они купаж делают очень грамотно, очень хорошо, получается у них очень гладненько. Хорошо. Так, извините, перебил так. Виски, брук, ладе. Брук, ладе, да. Правильно я прочитал? Да. И скидка такая прям 700 рублей. Интересно, что на острове Айлас, который славен своими торфяными вискарями, делают такой совершенно не торфяной виски. А в чем тогда смысл? А вот мы такие особенные. Ну, они характерно считают, что это, во-первых, 50 градусов алкоголя. Ага. Процент алкоголя. Ага, да. Вот. А во-вторых, они делают довольно чисто так выдержки. Не мешают не делать всякие финиши дурацкие. И в результате получается такая структура очень хорошая у этого вискаря. И можно 50 градусов разбавить половину водой. Да. Половину. И вкус остается то же самое. Ты вот об этом в метр говорил, никто тебе не поверил. Ну, попробуйте. Ха-ха-ха. Я даже вам очень скажу. Если вы наливаете воду в виски, и он становится гадким совершенно, это значит, что он не выставился. Угу. Это было какой-то финишный наверняка, там, в течение полугода в чем-то довыдерживали. Потому что, если структура усыновилась, то вода принимается очень хорошо. Слушай, это вот отличный лайфхак, потому что, то есть, хороший виски, то есть, ты можешь добавить воды, и, ну, как бы он станет менее насыщенный, но вкус будет хороший. А плохой виски для большой воды будет? Развалится. Развалится. Ничего себе. Очень. Хотел сказать, надо будет попробовать, но потом понял, что для этого придется покупать плохой виски, а мне что-то не хочется. Не, просто смотри, смотри, если виски там написано, что до выдержки, как он до дуба, даже не добавляя голову, не добавляя воду. Хорошо. Так, дальше пошли, видимо, уже подарочные варианты, правильно? Да. Вот если подарок, то самый классик, это благоволен. Ага. Это медовые соты во вкусе, в аромате. Ага. Ну и стоит почти там 8 тысяч. 8 тысяч, да. Ну, 16 лет, наверное. Талискер, это такие йодисты тона, моря, костерок шикарный. Скидочка небольшая имеется. Хорошо. Талискер Сторм, более молодой, чем 10-летний. Вообще, самый лучший Талискер по большинству общей ственному мнению, это 20-летний. Так, подожди, давай определимся, вот есть обычный Талискер, есть Сторм и есть Небо. Вот Шторм, Небо и обычный. Это необычно, 10 лет называется, Талискер 10. А, все, необычно. Хорошо. А эти меньше, да, или нет? Эти меньше, да, но не указывают возраст. No age statement, NASA так называемый, NASA. Понятно. А по вкусу они как отличаются? Ну, они более молодые, более брыкучие, может быть. Я понял. Более неустойчивые, более колючие. Слушай, теперь смотри, как вот подло задвинута джура. Вот кто вот так сделал? Да и правильно. И ценниками. Почему? Да ладно, почему? Не нравится джура. Тебе не нравится? Мне нравится. Ну вот, кстати, джура с ценником, можно прочитать. Вот, 18 лет. Спешл вуд какая-то серия у них пошла. Хорошо. Так, что такое Outmore? Ну вот, кстати, говорил, из них, из джуры очень хорошая была Superstition. Она была? Если ее больше нет? А я сейчас не упускаю уже. Ага. Там был баржур на бутылочке Ankh. Ага. Как это? Кресик такой египетский. Слушай, ну может этот раритет где-то можно найти? Может где-то еще? Он вкусный вообще. Я думаю, что в провинциальных магазинах еще может стоять где-то. Да, да, да. Да. Так что, друзья, если вы живете где-то в провинции, поищите. Так, Outmore. Что это? Да. Говоря о Dior's, мы не можем не сказать ничего о Outmore, Deberne, Aberfeldy, а также Royal Bracola и кто там еще был встретить. Так, ну не можем, тогда скажи. Вот, это те самые ребята, из которых делается Dior's. Ааа. Смешивается, добавляется нейтральный спект, получается Dior's с двенадцатилетней удержки. Ааа. Ну подожди, то есть в итоге получается более дешевый продукт, что ли, или нет? Я что-то забыл. Это более дорогой. Это более дорогой. А как тогда? Где логика? То есть ты смешиваешь более дорогие, получаешь более дешевый? Так там же нейтральный спирт и восстановился. Ааа. По капельке этого, этого, этого и получается вот я. Господи, пока тут разберешься, голову сломаешь. Да, да, да. Ну опять же, вот я вот взял, взял бы, у меня даже одно время было всегда на полке стояло Берфельди, двенадцатилетней, потому что захотел чего-нибудь такого интересного, с оттенками там жареных орешков, кожей английской. Это вот Берфельди. Понял. Деверон тоже такой сухофруктный такой. Скидок хороший? Очень хороший, да. Вообще, двенадцать лет это как бы стандарт для виски раньше был. Понял. Действительно, двенадцать-пятнадцать лет это тот самый оптимум, когда виски еще имеет вкус, но еще не перед дублей. Самые дорогие это восемнадцать, двадцать, двадцать пять и так далее, но там уже чувствуешь просто дуб. То есть, когда ты пьешь, а там дубовой настойкой. Я не понимаю, зачем это делать. Почувствуй себя бобром. Да, да. Так. Вот таллицкий двадцатилетний, он все-таки остается таллицким, потому что там настолько много океана и каркастрах, что... Хорошо. Так. Маклеванс. Что это? Маклеванс. Вот, видишь? Значит, если это название винокурни, то это название независимого негацианта. Он скупает спирты на винокурнях. Может его держит сам в своих бочках каких-то. Сам делает какие-то смеси. Вот. То, что здесь написано Highland, это означает, что... Какой-то, значит, какая-то винокурня была сделана из... Была взята из Highland, то есть Нагорья. А Lowland это Низина, соответственно, да? Это Низина, там всего четыре, по-моему. Блинкинти, Ахинтошин. Соседние, которые... Еще парочка, было. Вылетела. Так, смотри... А вот этих Ахинтошинов тут аж пять штук. Вот как в них разбираться? Значит, я пробовал все эти Ахинтошины. Три Вуд, это до выдержки была в трех бочках. Сначала Бурбон, потом Алла Роса. И потом Педро Хемерас. Сладкий такой, Ченкерес. Это самый замечательный вообще. Самая такая богатая. Там очень много пряностей, таких вот, новогодних и специй, и так далее. Ну понятно, то есть, чем больше бочек, тем... Она стоит четыре тысячи, соответственно. А двенажка, она такая, неинтересная совершенно. То есть, я там чувствую пластиковые ноты. Так, понял. Значит, не экономим. Лучше, меньше, да лучше. Ну и для здоровья полезнее, конечно. Ну да, то есть, когда меньше пьешь. Чем дешевле, тем более простой вкус. Ну это я догадываюсь, да. Но иногда бывает, что дешевый оказывается вкуснее, чем дорогой. Ну вот давай четыре тысячи поделим на полгода, допустим, да. Что получается. И будет хорошо. Так, а вот это со снежинкой, что такое? Семьсот рублей в месяц получается. Это финиш в бочке из совиньон блана. Зачем это сделано, я не понимаю. Какой-то смысл? Связано с тем, что вот самый хороший был в бочке. Самый богатый вкус. Тем, что когда делается тройная дистилляция, а ахинтошен это лоуленд виски, то есть низины в Шотландии, то вкус выхолачивается больше, чем в блана дистилляции. И поэтому они пытаются до выдержать в чем-то еще, чтобы вкус придать какую-то большую глубину. Понял. К тому же севьон блан разный бывает. Ну да. Один севьон блан, значит, вкусный, другой нет. Во Франции один севьон блан, в Новой Зеландии другой. Вкуснее гораздо на мой вкус. Смотри, и вот топчик за восемь двести, восемнадцатый-летний. Ты его тоже пробовал? Восемнадцатый, да. Счастливчик. И что скажешь? Ну он симпатичнее, более сложный, более дубовый, я бы сказал. Тот самый случай, когда в восемнадцать уже дуб преобладает над вкусом. Тем более, что исходного вкуса у него маловато. Так, дальше у нас идет Гленм Оранжи. Правильно я прочитал? Оранжи. Оранжи. Что ж такое? Апельсин, проверочные слова. Оранжи. Гленм Оранжи? Гленм Оранжи. А, окей. И? Да, вот это классика десятилетняя, без всяких там иду выдержек. Так. У нас была сравнительная дегустация, был исходный 10-летний Гленм Оранжи. И Гленм Оранжи выдержаны в Хересе, в Портвейне и в чем-то еще. Уже вылетела. И вот, базовый выиграл всех. А вкус какой у них? Вкус очень тонкий такой, пряный, больше пряности, цветочки там есть, сухофруктики тоже как всегда. Ну и как всегда, вот везде во всем виски, который мы пробовали, можно угадать грушевые тона. Такой, компотный груш. Компотная груша, да. Именно компотная. Так, Тамновуллин. Вот мне, по-моему, Ольга Герасимову преподнесла бутылочку Тамновулина. Мне очень понравилось, неплохой был. Да, симпатичный тоже. Тем более, что это Шерри Каск, то есть, хересная бочка. Они, по-моему, более богатые. Вот, видимо, потому что хересная бочка, да. Чем бурбоновые бочки. Так, а кто такой Мортлах? Мортлах. Да. Мортлах это... А то закрывали ее, то открывали снова. Винокурню. У него очень хорошие спирты, вот, старые. Как ни странно, они не портятся от бочки. Поэтому Мортлах, там, тридцатилетний. Вот, я попробовал, там, двадцатипятилетний. Очень богатые. А двернадцатилетний я, честно, не знаю, что такое. Ну, все, ладно, тогда не будет. Ты же не обязан перепробовать все. Так, Лафройк, Хайлонд Парк, Гленда. Да, Лафройк. Там тоже были вещи. Мы пропустили, вроде бы, Лафройк. Самый лучший, некоторые считают. Все, наверстывай, да? Ну, не самый лучший. Это просто десятилетний. А самый лучший, это десятилетний Каск Стрэнг. То есть, бочковая крепость. А, окей. Он богатый, он такой торфяной. Будем искать. Жесткий. Так, Хайлонд Парк. Хайлонд Парк – это северная винокурня на острове Оркни. Классикой была Хайлонд Парк 18-летняя. Вот, и до сих пор, по-моему, остается. Но они как-то поменялись. Снова на хозяева, и у них получились такие спирты очень блеклые и интересные. Но это на мой вкус. Ну, на твой, тебе вообще угодить сложно. Мы же для, в принципе, обычного потребителя. Смотрите, тут дело не в том, что я такой уникальный, оригинальный. Значит, существует база данных, в которых есть люди, которые большое количество виски попробовали. Вот, сходите туда, откройте эту базу данных и посмотрите, какие виски вы пробовали. А потом сравните, кто ругает этот виски, как и вы, и кто хвалит его, как и вы. Это означает, что у вас примерно одинаковый вкус с этим человеком. Ориентируйтесь именно на него. Потому что, вот, есть просто типология такая. Я, скажем, не снищаю какой-то горечь, не любую сладость и так далее. Вот, этот человек тоже самое. Скажем, в вине у меня есть такая, Дженсис Робинсон. Вот, если она поругает, я тоже ругаю. Если она похвалит, то я похвалю тоже. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть, давай ускоряться, а то время-то идет. Так, вот из того, что ты видишь вот здесь, что, на твой взгляд, самое интересное и оптимальное по цене и качеству? Самое оптимальное – это харду. Это ты еще метр говорил, я даже запомнил. Да, 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 да. Некоторые считают, что это женский или не женский, но он мягкий, очень ореховый такой, духмянный такой, с пряностями. Так, что такое томатин вот на пол стоит? Томатин. Тоже шикарный виски. Так, 300 он стоит тут просто. Да, он тут стоит тоже. Имеет смысл большая внимание на них. Так, и синглтоны? Синглтоны. Раньше были разные синглтоны. Сейчас остался только синглтон из Дафтона. Который самый лучший? Нет, который не самый лучший. Самый лучший был Аухройск и Гленорд. Я тебя понял. Хорошо. Слушай, ну мы с тобой практически всю полку обозрели, теперь давай краткие выводы. Вот, например, ты, вот что бы ты себе тут взял? Вот три бутылки назови в разных категориях. Вот топчик для там коктейльный, топчик на вечер и топчик подарить другу. Ну, я бы взял Аберфелди. Так, дай наедем. Так. Именно посидеть вечером вечером. Так. Один драмчик, да? Ага. Я бы взял Лагавулин 16-летний. Ага. Это классика. Хочется. Ну, это уже подарок. То есть, вот если мне дарить, то от него, да? Да, да, да. Очень симпатично. Так, и коктейльная история? А коктейльная история, наверное, ну, наверное, Famous Graus. Famous Graus, где он, вот он. Понял. Отлично. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Вот. Сейчас это кончится штука. Внимание, персонал. Просто Лагавина, Кристина. Срочно подойдите в Натурскую. Лагавина, Кристина. Срочно подойдите в Натурскую. Лагавина, Кристина. Так, ну, друзья, мы благодарим Игоря Чепкасову за подробный рассказ о полке, виске в магазине Перекрестках. Мы были в ТРЦ хорошо у метро Парижаевской. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. И мы продолжим наши изыскания в этой области. Но предупреждаем, пожалуйста, мы не пьем, а дегустируем, чего и вам желаем. Пожалуйста, пейте в меру, пейте с удовольствием. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.